У нас есть идея, что работа, она должна радовать и переносить удовольствие. И это было бы прекрасно. Я очень бы хотел такую работу. Но я все время привожу в пример, мне говорят про психотерапевта, у вас такая хорошая работа, людям помогать. Я говорю, ну да, конечно. Есть нюанс. Нюанс, что к тебе он приходится слезами или она, клиент, пациент, а уходит радоваться с другими. И ты сидишь такой, ну вроде бы тебе приятно, конечно, что ты помог. Но сама по себе работа, это всегда труд. Но если мы ждем, что работа будет приносить нам удовольствие самому по себе, то мы обречены на разочарование. И сейчас огромное количество людей страдает от так называемого профессионального выгорания по той причине, что они ждут, что они уже, может, и забыли, что они так хотели, уже выгорели. Но изначально их посыл, когда они входили в эту рабочую деятельность, что работа должна их радовать. Но работа не принесла радость, и они выгорели. И очень много таких выгоревших. То, что я трачу время, трачу энергию, надо вставать, надо и все. Слушайте, это главное благо работы. Главное благо работы, что она организует нашу жизнь. Потому что надо вставать, потому что надо делать, потому что у вас есть обязательства, потому что у вас есть ответственность. И приятный бонус – это то, что по результатам вашей работы кому-то стало хорошо. И это прекрасно. А задача работы – она нас организовывать. Если человека не организовывать, он превращается в жижу. Понимаете, это как спортсмен, который не будет тренироваться, будет лежать на диване. Он с ума сойдет. Понимаете? Так и мы с вами. Многие хотят. Вот ничего бы не делать. Вот это сколько все достало. Вот это вот плевать потолок. Я найду себе кучу развлечений. Я не против. Да, пожалуйста. Это как вы хотите. Но организовывать нашу жизнь все равно кто-то должен. Мы сами по себе не можем организоваться. Мы социальные существа. Поэтому должны быть взаимоответственные отношения. А именно работа дают такие. Понимаете, какое дело? Поэтому работа – это в каком-то смысле наш тренажер, без которого мы просто расквасимся. Приятно бегать на тренажере? Ну, там, на береговой дорожке. Ну, не знаю. Может, кому приятно. Ну, так, наверное, все-таки надо себя как-то понуждать, да? Ну, так она же вас организует. Поэтому относитесь к ней как к тренажеру. И не будете выгорать. И будете еще видеть те приятные бонусы, которые есть в вашей работе. А это помощь другим людям. Это важно.